Продолжение следует... Белок с подковообразной структурой. Но при экспрессии этого белка в опухолевой клетке, основные черты этой опухолевой клетки значительно усугубляются. Так, ослабляется индукция апоптоза, изменяется метаболизм, увеличивается генетическая нестабильность, клетки быстрее делятся и легче метастазируют. И это всё согласно многочисленным данным литературе. С другой стороны, прейм – это очень иммуногенный белок, и избегание иммунного распознавания опухолевой клетки при этом существенно ослабевает. Но, что интересно, все эти функции, или, по крайней мере, большинство из них, основаны на способности белка прейм распознавать и убекетинировать белковые субстраты в клетке человека. К сожалению, они пока неизвестны, но предполагается, что это какие-то белки-регуляторы клетчатого цикла, либо белки апостатические. И после снабжения убекетиновой меткой эти белки становятся мишенью для протеосом и просто деградируют и исчезают. И, видимо, поэтому опухолевая клетка получает преимущество от экспрессии белка прейм в ней и, соответственно, может легко выживать. Интересно, что у мышей уже описан белок, который разрушается белком прейм, точнее, гомологом белка прейм. Это UHRF1, который отвечает за копирование паттерна метилирования ДНК. А при разрушении этого ДНК клетки становятся весьма нестабильными генетически, и это в целом способствует прогрессии опухолей. И неудивительно, что именно при экспрессии прейм прогноз и время выживаемости большинства онкологических больных существенно сокращается. Таким образом, на основании многочисленных данных можно уверенно заявить о том, что белок прейм является драйвером, но, возможно, есть надежда по превращению этого драйвера в мишень. Теоретически, действительно, прейм может быть мишенью, поскольку это раково-достифлярный ген. Это означает, что его экспрессия ограничена клетками гомет в норме и не представлена в нормальных соматических тканях. Таким образом, подходы, которые будут направлены именно против белка прейм, окажутся безопасными для организма и, насколько мы можем надеяться, будут разрушительны для прейм-экспрессирующих опухолей. А подходов этих, возможно, целых три. Первое направление – это, как мы предполагаем, способ инактивации гена прейм. Возможно, благодаря тому, что прейм, как и всякий ген, регулируется транскрипционными факторами, и эти транскрипционные факторы можно также инактивировать. И мы провели поиск этих транскрипционных факторов. И оказалось, что, по крайней мере, девять, а, возможно, и больше, транскрипционных факторов в человеке активируют экспрессию прейм. И один из них, PHF8, является весьма подходящим для блокирования. Поскольку белки кодируются матричными РНК, то разрабатываемый нами способ может быть направлен именно на матричные РНК PHF8. А разрушение этой матричной РНК возможно при помощи коротких антисмысловых олигонуклеотидов, связывающихся с матричной РНК, и формирующих такой РНК-подобный дуплекс вирусный, что приводит к атаке матричной РНК к защитной системе клетки и ее разрушению. Благодаря этому уменьшается количество целевого белка, и, как мы надеемся, это позволит снизить уровень экспрессии гена прейм. Мы создали так называемый PHF8-стоп олигонуклеотид, антисмысловый, который блокирует PHF8. И оказалось, что при добавлении данного фактора в различных концентрациях клетки меланомы, активность PHF8 значительно снизилась, причем дозозависима. Более того, оказалось, что вместе с PHF8 значительно снизилась также активность белка прейм, точнее гена прейм, и мы предположили, что это должно отразиться на выживаемости клеток. И действительно, когда мы добавляли PHF8 к растущим клеткам меланомы, то скорость их пролиферации снизилась по сравнению с контролем телопроизводным. И что еще интересно, чувствительность клеток меланомы к цисплатину также увеличилась, хотя и не изменилась чувствительность к коронозе. Таким образом, нам удалось опосредованно, воздействуя на совершенно другой транскрипционный фактор, повлиять на активность прейм и снизить жизнеспособность опухолевой клетки. Но это далеко не все, что возможно. Второе направление может касаться инактивации собственного белка прейм. И помогло нам разработать это направление большое количество данных литературы, рассмотрение комплексов белковых, в которых задействован прейм, и также оценка, какие ингибиторы данных белков сейчас существуют, и могут ли они случаться с другими химиопрепаратами, а также экспериментальные исследования. Оказалось, что в мире уже есть опыт по преодолению проблемы экспрессии белка прейм. Это наблюдалось в примноженном нейломе, когда раньше, в эпоху до использования бортозамибы, прогноз у прейм-экспрессирующих больных был хуже по сравнению с прейм-негативными. Однако внедрение бортозамибы в клиническую практику позволило существенно улучшить прогноз данных больных. И вот почему это могло быть. Дело в том, что бортозамиб никак не препятствует убегетинированию белков-субстратов. Но из данных литературы известно, что убегетинированные белки, как правило, функционально так же активны, как и их исходные формы. Но бортозамиб атакует протеосому и инактивирует её. Вследствие этого убегетинированные белки и субстраты не исчезают, не растворяются с помощью протеосомы и выполняют свои функции. И мы предполагаем, что благодаря такому подходу, использованию бортозамиба, опухолевые клетки лишатся преимуществ экспрессии в ней прейм. И в нашей экспериментальной работе мы определили чувствительность клеток леднии меланомы к классическим химиопрепаратам, представленным на данном слайде. И сопоставили чувствительность этих клеток к тем же химиопрепаратам, но смешанным с незначительными концентрациями бортозамиба. И оказалось, что бортозамиб увеличил чувствительность клеток меланомы к большинству из этих химиопрепаратов. Водовшившись, мы провели эксперименты на других клетчатых линиях, которые отличались по локализации, по происхождению и по уровню экспрессии генопрейм. И провели расчет комбинаторного индекса представленных химиопрепаратов и бортозамиба. В данном случае мы получили данные комбинаторного индекса, которые можно интерпретировать следующим образом. Чем они ближе к нулю, тем больше они свидетельствуют о синергизме двух химиопрепаратов. Наоборот, чем больше данные комбинаторного индекса, величина индекса, тем, соответственно, больше антагонизм двух химиопрепаратов. И мы обнаружили, что чем выше уровень экспрессии прейм в клетках был, причем, что удивительно, даже в неопухолевых клетках, в которых мы индуцировали активность прейм, именно в таких условиях опухолевые химиопрепараты, противоопухолевые, оказались очень синергичны с бортозамибом. И чувствительность клеток значительно увеличилась при добавлении бортозамиба к другим химиопрепаратам. С другой стороны, при низком уровне экспрессии прейм, как, например, в линии рака толстой кишки HCT-116, или в неопухолевых клетках VI38, в которых вообще не экспрессируется прейм, химиопрепараты действовали гораздо хуже в присутствии бортозамиба. И из этого мы заключаем, что добавление бортозамиба к классическим схемам химиотерапии может увеличить чувствительность прейм гиперэкспрессирующих клеток опухолевых к химиопрепаратам. Но, с другой стороны, даже некоторым образом защитит и нормальные клетки человека неопухолевые от воздействия химиопрепаратов. Правда, все это не сработало в присутствии Винкристина. Точнее, Винкристин не демонстрировал синергичного эффекта с бортозамибом. И, конечно, необходимо изучать дальше наблюдаемые процессы и определить, почему ряд химиопрепаратов хорошо синергичны с бортозамибом, а другие при этом нет. Но, тем не менее, надежды на улучшение качества лечения есть. Тем более, что бортозамиб – это давно известный и опробированный химиопрепарат. И, в общем-то, мы находимся в одном шаге от улучшения текущих протоколов терапии. Но это еще не все. Еще один подход, крупный и разнообразный, который возможен, это разработка иммунопрепаратов для терапии премиэкспрессирующих клеток. И в мире использовались уже разные подходы. Это вакцинирование компонентами белка премиэкспрессирующих или самим белком премиэкспрессирующих клеток для того, что относительно небольшой всего из 509 иммунопрепаратных остатков, состоящих из белок премиэкспрессирующих содержит в себе очень много иммуногенных пептидов, очень разных и презентирующихся разными молекулами ашеля. Таким образом, подходы по иммунотерапии применимы, в принципе, ко всем жителям нашей планеты, независимо от репертуара их ашеля-молекул. И что возможно в этих случаях? Например, уже опробированы способы введения пептидов либо белка премиэкспрессирующих клеток, либо в других исследованиях использовались введенные дендритные клетки уже с нагруженными в них пептидами премиэкспрессирующих клеток. И дендритные клетки способны обучать тех-хелперы человека. Ну а тех-хелперы и дендритные клетки стимулируют развитие тех-киллеров. Ну а тех-киллеры, как мы уже знаем, это один из главных борцов с опухолями. И премиэкспрессирующие тех-клетки, как мы надеемся и как надеется весь мир, будут очень эффективны в разрушении премиэкспрессирующих опухолей. Более прямой способ возможен – это создание антипремиэкспрессирующих клеток в условиях инвитра. Уже разрабатывались способы по развитию дендритных клеток из моноцитов и нагрузки именно этих дендритных клеток в пептидами премиэкспрессирующих клеток. Дендритные клетки позволяли выживать тем клеткам больного, полученным из крови, которые распознавали именно премиэкспрессирующие клетки. В то время как премиэкспрессирующие клетки достаточно быстро погибали, так как не распознавали презентированный премиэкспрессирующий клеток и популяция таким образом обогащалась. И клетки эти могли быть введены в кровяную руслу больным и проявлять там цитотоксические эффекты против, например, лейкозных премиэкспрессирующих клеток. В настоящее время известно по меньшей мере 26 клинических исследований, где разрабатываются и проверяются разные вакцины против премиэкспрессирующих клеток. Прежде всего это токлеточные вакцины и антигенные вакцины. И есть даже один химик препарат, который правда действует не на протеосомы, но надеемся, что он тоже будет эффективен в терапии премиэкспрессирующихся заболеваний. Ну и что касается локализации, то в основном для терапии сейчас испытываются больные онкогематологическими заболеваниями, либо больные с очень разными локализациями опухолей, но объединенными по признаку экспрессии у них brain. Результаты этих клинических исследований в основном пока еще недоступны, так как это относительно новые подходы, но мы с нетерпением ждем их. И наша научная группа также принимает участие в разработке новых подходов. Так мы иммунизируем мышей для того, чтобы получить моноклональные антитела мышины в brain распознающей. И также мы проводим химеризацию этих антител. И вот уже получено 4 мышиных и 2 химерных антитела. Разработанные антитела работают в клетках и в мышиных моделях. Так рост ксенографтов, опухоли человека, меланомы, значительно замедлялся в присутствии мышиных антител, распознающих brain. Более того, модифицированные химерные антитела также обладали противопухолевым эффектом. И даже на 27-й день проведения эксперимента позволили обратить объем опухоли что свидетельствует об их эффективности. Таким образом, brain может быть атакован тремя разными способами. Brain в опухолевой клетке, конечно же. Прежде всего, фактором, который позволяет отключить или значительно снизить уровень экспрессии гена brain. Это PHF8-стоп. Но, конечно, возможны и другие факторы. Либо использовать бортозонит, который воздействует на уже зрелый белок brain. Точнее, на продукты его работы. Объединительные белки. Все эти способы значительно уменьшают воздействие такого фактора, как экспрессия brain на жизнедеятельность опухолевой клетки. И прежде всего, лишают ее преимуществ в скорости пролиферации и в возможности к метастазированию. Что, в целом, как мы полагаем, должно существенно улучшить текущие подходы химиотерапии. И, наконец, brain может использоваться как мишень для иммунопрепаратов. Не только потому, что он находится внутри клетки, но также еще и на внешней мембране. И можно быть мишенью как для атаклеток, так и для антителов. А антитела могут привлекать к себе молекулы системы комплимента для перфорации мембраны опухолевой клетки, для доставки токсинов к опухолевой клетке, либо для привлечения клеток киллеров, либо даже быть основой кар клеточных рецепторов. И все это также может быть очень полезно и может улучшить подходы терапии при экспрессирующих больных, которых, к сожалению, очень много. Спасибо большое за внимание. Спасибо.